Хоккейные дороги не знают границ, а за ЦСКА болеют на всех континентах. Турист из Новой Зеландии приехал в Москву, в том числе и для того, чтобы поближе познакомиться со своим любимым клубом. Не очень-то удобно быть болельщиком команды, которая находится в 16 тысячах километров от твоего дома. Дорога из новозеландского Окленда в Москву занимает больше суток, а идеей такого путешествия вынашивалась почти 20 лет. Все началось в 95-м. Финал Кубка Стэнли, Детройт Ред Уинкс, русская пятерка с Сергеем Федоровым. Позже я стал больше интересоваться российским хоккеем. Узнал про ЦСКА, в котором Федоров начинал карьеру. Мне понравилась игровая форма клуба, это связь с армией и вообще сам статус армейской команды. Все это показалось мне очень интересным. Это Всеволод Бобров, единственный в истории капитан олимпийской сборной и по футболу, и по хоккею. Два главных вида спорта у нас – регби и крикет. И в истории было несколько человек, которые играли и там, и там. Я и сам в детстве играл, и в регби, и в крикет, но потом забросил все и стал играть в хоккей. Ребята рассказывали, что ты приедешь. Я им тут же сказал – «Новозеландец в Москве на хоккее? Никогда не поверю». Вы, наверное, не в курсе, но Хасан два года играл в хоккей в Новой Зеландии за Дониден Тандер. Кстати, мои Окленд Эдмиралс обыграли их на прошлых выходных. Сложно встретить за границей человека, который разбирается в новозеландском хоккее, поэтому нам было о чем поговорить. Кажется, он здесь на своем месте и делает отличную работу. Поверь, где я только не работал. Ни у одной молодежной команды в мире нет такой раздевалки, которая есть у Красной Армии. Это примерно середина 80-х. Да, вау. Он работал здесь пару лет назад, а сейчас трудится в Сочи. Да, он работает методистом, разбирает видео. Просто супер-профиль. Для меня большая честь побывать там, где у простого болельщика ЦСКА оказаться нет никаких шансов. Оказаться в раздевалке, куда вообще не пускают посторонних. Скажу честно, я не рассчитывал, что мой день пройдет так круто. В Окленде на хоккее я стою у стекла. У нас всего-то человек 200 ходит на игры. Ведь спорты не самые популярные, но фанаты преданные. Я тот парень, который все время орет и стучит по стеклу. Регби в Новой Зеландии как религия. Это жесткий спорт. Но мне кажется, что хоккей еще жестче. Когда ты видишь беззубые улыбки игроков, шрамы от коньков на лицах, как они ловят на себя шайбу, то понимаешь, какую цену они платят за голы и победы. Жесткий, но в то же время динамичный вид спорта. И, по-моему, это отличная комбинация. Смотрите-ка ХЛТВ и вы увидите, ищите повторы на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях, и вы их найдете. С вами был Красно-Синий Лед. Увидимся через неделю. Болейте за ЦСКА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова